Приветствую вас. Смотрите. Я думаю, что не будет большим секретом, если я скажу, что и у вашего молодого человека, и у вас есть, я бы сказал, полное право, вообще, на свою норму такую, какая она есть. То есть у вас своя норма, у молодого человека своя норма, и, в общем, вы как бы смотрите, насколько вам вот эти вот нормы, грубо говоря, подходят, да? Подходит ли вам его норма, подходит ли ему ваша норма, ну и так далее. Грубо говоря. Вот. А вы, вы, вот, а что делаете вы? Вы спрашиваете нас, а вот его норма, это норма или нет? И что это означает для нас? Для нас это означает, что вы не доверяете своей, как бы, реакции на его норму. То есть, что это значит? Это значит, что у человека есть какое-то представление о том, как вообще всё это происходит. Ну, я имею в виду, как происходят там отношения, как происходят там взаимодействия, да? Кто что должен делать в отношениях, кто чего не должен делать в отношениях, да? То есть, условно говоря, у человека, у мужчины есть вот эта вот, эм, ну, какая-то позиция, да, по этому вопросу. Хорошая она, плохая ли? Не важно. Она есть. И всё. Эта позиция просто есть. Вы говорите. А я не знаю, как мне к этой позиции относиться. Я не знаю, принимаю ли я эту позицию или нет. Ну, и тогда, естественным образом, ну, я надеюсь, я надеюсь, что естественным образом, у меня возникал вопрос. Ну, а как получилось? Эм, так, что вы не знаете, норма это или нет для вас, вот для меня это норма или нет? Как вот так вышло, что вы этого не знаете? Ведь, наверное, уже каким-то образом вы в этой ситуации оказались. Что это значит? По сути, всё достаточно просто. Вы не доверяете себе. Либо, эм, слишком много, эм, слишком высокие, высокие, например, эм, требования к себе предъявлять. Настолько высокие, что их невозможно реализовать. То есть, условно говоря, я поверю, там, в то, что это норма, или в то, что это не норма, только если. То есть всегда мало мне, всегда мало мне, вот, того, что я чувствую. Той, я не знаю, нормой, которую я чувствую, тех ощущений, которые я чувствую, этого всегда мало. И вот это вот и называется недоверие себе, я не могу себе доверять, я там, не знаю, боюсь себе доверять, например. Я не знаю, что будет, если я буду себе, если я себе доверюсь. Вот. Ну, я не умею себе доверять, тоже такой вот вариант достаточно, ну, как бы, интересный в том смысле, что у вас вообще такого опыта нет, например. Вот. Вот так это вижу я. В таком контексте это вижу я. Не в том контексте, чтобы мы подсказали, норма это или нет. А в том контексте, чтобы вы увидели, что я-то здесь вообще где? Я-то вообще как оказался в такой вот ситуации, что, ну, сомневаюсь, норма или не норма. То, что, там, условно говоря, делает мой молодой человек. Вот. И, конечно, не обязательно, что это всегда легко признать. Не обязательно, что это всегда легко, там, понять. Вот. Ну, не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Не всегда это легко понять. Не всегда это легко, легко признать. к сожалению. Но только так, через признавание того, что вы чувствуете, только так, через понимание того, что вы ощущаете, можно на что-то рассчитывать. Только так можно рассчитывать на то, что вы сможете почувствовать, что есть норма для вас, а что не норма для вас. Именно для вас. Не то, что скажу я или кто-то еще. А вы. То, что скажете вы. То, что решите и почувствуете вы. То, что вы себе не доверяете, это и является психологической проблемой. И соответственно вам требуется в данном контексте психотерапия. Для того, чтобы помочь вам научиться самостоятельно справляться с такого рода проблемами. Чтобы не обращаться каждый раз к психологу. Да? Когда у вас возникают трудности. А чтобы самостоятельно учиться эти проблемы решать. Вот только в таком ключе можно что-то рассуждать. А парня вы изменить в любом случае не сможете. Если только мотивацию ему не придадите. Чтобы измениться нужна мотивация. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам удачи. Я хотел бы, чтобы обратная связь, которая сформировалась у вас в ответ на мой комментарий и комментарий моих коллег, послужила нас же началом продуктивной работы со специалистом. Всего доброго.